Практика сдавать деньги на ремонт, учебники и подарки учителям давно стала повсеместной. На днях в Уфе маме одного из учеников, которая отказалась вносить немалую для нее сумму, директор предложил забрать ребенка из школы. Поддержать женщину решили местные коммунисты и правозащитники. Все подробности в материале Георгия Кресенко. Почти 2000 на рабочей тетради и 300 рублей на ремонт, который предложили сдать родителям учеников пятого класса уфимской школы номер 71. Для семьи Киваевых немалая сумма. Я бы поняла добровольные пожертвования, когда все-таки ремонт класса сначала делает школа, показывая тем, что 100% выделяются деньги, и потом уже привлекало бы пожертвования родителей. То есть каждый родитель имеет право, можем сложиться, купить интерактивную доску или еще что-то. А здесь абсолютно все иначе, все по-другому. Евгения Киваева сначала хотела решить вопрос мирно. Однако директор школы общался с ней в резком тоне и в итоге предложил, если что-то не устраивает, просто перевести ребенка в другое учебное заведение. Женщина зафиксировала разговор на диктофон и уже передала запись в местный департамент образования и прокуратуру. Получила отписки с управления образования, с департамента образования. Нет нигде ни слова о том, что о компетенции директора могла ли, имела ли она какое-то там педагогическое или тоже человеческое право нас отправлять в другую школу. Самое интересное заключается в том, что деньги из бюджета на все необходимые закупки для школы получить можно. Просто администрации надо успеть подать соответствующую заявку. Чтобы составить элементарно какую-то заявку на поступление бюджетных средств, тут же нужны тоже какие-то знания, навыки, опыт. Так вот, многие пренебрегают вот этой возможностью взять деньги с бюджета, а требуют именно с родителей. Руководство школы уходит от ответов на прямые вопросы. Почему с родителей собирают деньги и на что конкретно они идут? Было обращение со стороны заявителя в прокуратуру. Прокуратура провела проверку. Итоги проверки будут официально публикованы. Я не уполномочен отвечать по этому вопросу. Единственное, что я могу сказать, что здесь идет через приставку «я-ко-бы». По словам юристов, практика сбора денег в школах незаконна. Согласно федеральным государственным стандартам, школьное образование у нас является бесплатным. Однако во многих учебных заведениях год от года родители продолжают платить и молчать. Ребенка готовы выгнать из школы из-за того, что отказали сдавать на тетради. Я считаю, что сдача денег на ремонт на тетради считается незаконным полностью, потому что и нас поддерживает правительство в этом плане, законодательство. Бесплатную юридическую помощь Евгении Киваевой оказывают активисты местных общественных движений. Также ее поддерживают коммунисты УФы. Естественно, мы будем следить за этой ситуацией, о том, какие ответы даст уполномоченные лица администрации, Следственного комитета и прокуратуры республики. И в случае необходимости обязательно вмешаемся в этот процесс, так как он, к сожалению, является не единичным. Школьные преподаватели пообещали, что на ребенке Евгении Киваевой скандал никак не отразится. Оценки ему занижать не станут. Представители Компартии обещают внимательно следить за ситуацией. Георгий Крысенко, Красная линия. Редактор субтитров А.Семкин